Президент России Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, стороны констатировали позитивную динамику в развитии торгово-экономических отношений. Несмотря на то, что была пауза в наших личных контактах, отношения между нашими странами продолжали развиваться и развиваются успешно, укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 миллиарда долларов, цитирует Путин и РИА новости. По его мнению, в этом направлении у стран хорошие перспективы, имея в виду планы, автором которых является президент Азербайджана. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы, — добавил Путин, отметив, что над этим также работает двусторонняя межправкомиссия. «Нам есть необходимость обменяться информацией о том, как складываются отношения по другим направлениям, надеюсь, сегодня все это нам удастся, и вы поучаствуете в интересной общей дискуссии», — добавил российский лидер. Со своей стороны Алиев поблагодарил российского лидера за возможность встретиться. Как вы отметили, мы какое-то время не встречались, точнее четыре месяца. Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов в прошлом году, — сказал он, напомнив, что годом ранее состоялось четыре встречи. Алиев охарактеризовал российско-азербайджанские отношения, как отношения стратегического партнерства. Президент Азербайджана также указал на позитивную динамику в сфере экономики. Товарооборот растет и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, на период, до августа, рост составил, где-то более 20%, — сказал он. «Для нас Россия — важнейший партнер, друг, добрый сосед. Мы дорожим этими отношениями. Уверен, сегодняшняя дискуссия будет хорошим вкладом в дальнейшее укрепление наших связей», — заключил собеседник Путина. Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии. Президент Турции Риджоп Таип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. По словам Эрдогана, операция может начаться возможно, сегодня, может быть, завтра, — приводит его слова Associated Press. Эрдоган потребовал ответа от США относительно их позиции в отношении сирийских курдских отрядов народной самообороны, ИКП, которую в Турции причисляют к террористическим группировкам. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает их как союзников в борьбе с исламским государством, запрещена в России, в Сирии. Президент отметил, что операции будет проводиться как на земле, так и с воздуха. Эрдоган также отметил, что цель Турции — принести мир на восток Ефрата. Сирийские демократические силы, СДС, поддерживаемые США и контролирующие данный регион во главе с курдским ополчением ИКП, уже пообещали ответить на любое нападение. «Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», — приводит Ройтерс слова представителя СДС Мустафы Бали. Ранее Эрдоган говорил, что, если Турции вместе с США не удастся установить зону безопасности на востоке Ефрата до конца сентября, то она создаст ее в одностороннем порядке. О том, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии турецкий президент сообщил 21 сентября. При этом глава МИД Сирии Валид Муалем обвинил США и Турцию в нарушении международного права и устава ООН из-за их попыток создать зону безопасности. По его словам, военные силы этих двух стран признаются оккупационными, так как присутствуют на территории государства без разрешения властей Сирии. Муалем добавил, что если они не уйдут с территории страны, то Сирия примет любые ответные меры, которые разрешены международным правом. Борьба с коррупцией вступает в новый этап, какой судьбы удостоится четвертая антикоррупционная стратегия. Вчера правительство одобрило проект решения правительства РА об утверждении антикоррупционной стратегии и программы мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы. Таким образом, министр юстиции Рустам Мадасян констатировал, что борьба правительства с коррупцией вступает в новый этап. По проекту было проведено беспрецедентное количество обсуждений с представителями государственных органов и гражданского общества, а также с международными партнерами. Основной акцент антикоррупционной стратегии сделан на институции анализации борьбы с коррупцией, отметил министр. Отметим, что этим проектом планируется создать раздельную модель антикоррупционного органа, комиссию по предотвращению коррупции и антикоррупционный комитет. Полностью пересматривается правоохранительная система. В частности, планируется в 2021 году создать единый орган по расследованию коррупционных преступлений под названием антикоррупционный комитет. Проектом предусматривается также создание специализированного подразделения в составе Генпрокуратуры, осуществляющего контроль за расследованием коррупционных дел, одновременно обеспечивая специализацию прокуроров по взысканию незаконного имущества. Будет создан также специализированный антикоррупционный суд. Проектом предусматривается также полностью реформировать систему декларирования, в том числе посредством расширения списка подлежащих публикации данных, пересмотра содержания декларации и фактического создания и функционирования единой системы декларирования имущества, доходов, расходов и прибыли. Расширение круга декларантов и членов их семей обусловлено необходимостью в дальнейшем перейти к всеобщему декларированию. В рамках пересмотра содержания декларации будет снижен ценовой порог на декларируемую дорогостоящую недвижимость, 8 миллионов драмов, установлено требование о декларировании фактически используемого имущества, будут уточнены виды займов и доходов, будет внедрена система декларирования расходов. По словам министра юстиции, с точки зрения раскрытия коррупционных преступлений приоритетными будут установление и внедрение действенных механизмов по взысканию имущества незаконного происхождения, обеспечение соответствия их международным стандартам. Установление законом перечня коррупционных преступлений, разработка и принятие методики рассмотрения дел, также чрезвычайно важно включение антикоррупционного образования в образовательную систему, а также разработка и осуществление программ по информированию граждан об осуществленных программах и системное антикоррупционное информирование с целью указанного выше. Проектом определены также система мониторинга и финансовая оценка стратегии. Исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International Ружан Актанин в беседе с первым информационным сказал, что в ходе его деятельности это уже третья антикоррупционная стратегия, которая была принята и для него важнее, чтобы это было притворено в жизнь, для чего самое главное — политическая воля. В настоящее время есть политическая воля и важно, чтобы она осталась до конца. Следующая — ресурсная проблема. В настоящее время более 16 миллиардов драмов должно быть выделено на реализацию стратегий, из которых получается 3 миллиарда — ежегодно. Если средства действительно правильно рассчитаны и действительно все будет реализовано, то у нас будет результат. То есть нужна политическая воля плюс ресурсы, — сказал Актанин. По его словам, до полной реализации программ, предусмотренных формированием, будет сформирован антикоррупционный комитет, антикоррупционный суд и другие органы. В этот период вакуума не возникнет, поскольку ВНС уже во втором чтении принят закон о формировании комиссии по предотвращению коррупции. Я не новичок в этой сфере. Первая стратегия, когда была обсуждена в 2002 году, осталась в правительстве около года, затем была принята в 2003 году, и с этого момента было ясно, что стратегии могут быть приняты, но главное — реализация. Тогда было полное отсутствие политической воли. Сейчас, кажется, есть политическая воля и будем надеяться, что не будет той ситуации, при которой через некоторое время, исходя из других факторов, эта политическая воля распылится. Это первое, но недостаточное условие для борьбы с коррупцией. Достаточные условия намного глубже, которые нужно решить. У нас было три стратегии, но применение трех было недостаточным. Посмотрим, какой судьбы удостоится четвертое, — подчеркнул Актанин. Антикоррупционная коалиция с участием гражданско-общественных организаций, которая не была склонна к дифференцированной модели антикоррупционного органа и предлагала создать единый универсальный антикоррупционный орган, и сегодня настаивает на том, что этой стратегией, принятой правительством, не уточняется, каким институциональным органом будет антикоррупционный комитет. Когда мы подняли эти вопросы в Министерстве юстиции, нам сказали, что все эти детали должны быть урегулированы законом. А у нас до сих пор нет проекта закона, чтобы понять, какой орган будет, как будут назначены руководители, как будет сформирован руководящий состав. Без всего этого, параллельно у премьер-министра проходят консультации. Тем не менее, главным вопросом должен быть и остается вопрос независимости органа, — сказала накануне в беседе с нами юрист Армянской ассоциации юристов, антикоррупционный эксперт Сюзанна Сагаманян. Пишите ваше мнение в комментариях, и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова